Эпоху бессудных казней, расправ, обличненных и всяких прочих ужасов никогда смутно временем не называли. Дело в том, что русские люди XVI века признавались царем право править так, как ему государю угодно. Не буду сейчас углубляться в этот вопрос. Так или иначе, повторяю, казалось бы, события самого печального свойства смутой их никто не называл. Тем не менее, слово это появилось, появилось оно в конце. В начале XVII века и главным содержанием его, даже с этой логической точки зрения, было некое смущение порядков и условий государственной жизни, которое люди уловили, дали им такое название. Что, собственно, смутилось? Что случилось? Ну, тут чуть-чуть еще в сторону. События смутного времени, когда они начались, вообще, когда началось смутное время, понятие русских людей, началось оно, надо сказать, с кончины Ивана Грозного. Это довольно легко проверить, потому что до наших дней сохранилось довольно большое количество литературных и исторических текстов, написанных современниками событий смутного времени. Еще в конце XIX века замечательный историк Сергей Михайлович Платонов воздал вот такой здоровый витамины древнерусских сказаний «Повести о смуте». Вообще, это довольно много. Языки развязались, потому что смуты все активно писали, все, что пережили, о чем вспоминали. Так вот, практически все эти сочинения начинаются с кончины Ивана Грозного. Почему так? В чем тут дело? Вот, так сказать, это к смуте имеет самое прямое отношение. В 1584 году скончался предпоследний царь из династии московских Рюриковичей, Иван IV Васильевич, он же Иван Грозный. Грозным, кстати, при жизни его тоже не называл никто. Так вот, скачался за игрой шахматы, и престол перешел к единственному выжившему сыну царя, которого звали Феодор Иоанновичем. Это, надо сказать, было событие уже само по себе довольно трагическое. Дело в том, что царь был женат 7 раз. Ну, 4 брака как-то так были расторгнуты, правда, церковь не делала из этого большую историю. В общем, Грозный каждый раз оправдался, что все было не так, как казалось всем окружающим. Так или иначе, браков было 7, и детей в этих браков Иван родил четверых. У него было 2, 3 сына от первого брака, Анастасия Романовна Закарина Юрьевой, Анастасия Романовна Гумадовича, это, собственно говоря, родственница будущих Романовых. И один единственный сын от последнего брака, Номарий Ногой. Сыновей от старшего брака звали Дмитрий, Иван и Федор. Сыновей от последнего четвертого брака звали тоже Дмитрий. Дело в том, что первенец Ивана Грозного, маленький царевич Дмитрий, погиб при печальных обстоятельствах. Он уронил в холодные водошли к сны, когда семья путешествовала на богомолье. Мальчик простудился просто. Так или иначе, царевич Иван Иванович и Федорович вполне себе выжили. Но судьба царевича Ивана Ивановича, наверное, всем хорошо известна по картине Репина. Кто помнит, как картинка называется? Иван Грозный убивает своего сына. Нет. Тем студентам, которые отвечают, я сразу обещаю бонус на экзамене. Называется она так. Иван Грозный, сын его Ивана Александра Меслободе 16 октября 1581 года. Никто не забудет название. Что произошло в Александре Меслободе, всем известно. Царевич Иван Иванович был человеком вполне себе здоровым. В отличие от младшего брата, у которого была куча проблем с молодых лет. Ну, поскольку профессиональные медицинские диагнозы, когда они ставили, стал сказать точно, что было старее, чем трудно. Но так или иначе, там явно существовало какое-то род душевного расстройства, чисто физические проблемы и все остальное. А главное, что отец женил сына еще при своей жизни. Но от этого брака, от будущего царя Феодор Ивановича детей, не было, точнее была одна дочь, которая довольно быстро скончалась на этажах до года царя Феодосия. Таким образом, в 1584 году на московский трон вступил царь. Перспектива продолжения рода с его уступлением на престол были, мягко выражаясь, проблематичны. И, собственно говоря, в 1598 году, когда Феодор Иванович скончался, он так и скончался бездетно. Что это означает? Означает это одно, что в России вступила в политический кризис, кризис власти. Но вообще пресечение династии европейских государств это дело, в общем, не скажу обычное, но регулярно встречающееся. Ну, буквально там, не знаю, за пару десятилетий до этого аналогичная ситуация сложилась в Польше, где скончался последний король из династии Егелонов. Такие ситуации были в Швеции, там аж две династии поменялось. Ну, то есть, в общем, дело вполне себе обычное. Но проблема заключалась в том, что европейским государством был механизмом для решения такого рода вопросов. То есть, в общем, знали, что в этих случаях делать. Если династия пересекается, надо выбрать нового короля. Для этого существовали специальные органы, государственные, правительственные органы в своем роде. В Швеции он назывался Сейн. Орган представителей сословий, ну, в первую очередь, дворянского, конечно. В Англии он назывался, как всегда, парламент. В Швеции он назывался, может, узнать, Риксдаг и так далее, и так далее. То есть, проще говоря, в этих странах, о которых я только что сказал, монархическое правление было ограничено. В России такого рода органов постоянно действующего управления не существовало. Существовали земские соборы, время от времени собирающиеся, но поставить их с парламента, в общем, можно с очень большой натяжкой. И поэтому то, что не вызвало проблем в Польше, не вызвало проблем в Швеции, не вызвало проблем в других государствах, вызвало серьезные проблемы в России. А кому передать власть? Ибо власть, на самом деле, придается только можественно, путем человека избрать на престол совершенно невозможно. Дальше, за недостатком времени, я не буду посвящать у вас детали. Так или иначе, механизм условно-выборных все-таки существовал, это был тот самый земский собор. Переивания Грозными стали не собираться в середине XVI века. И вот этот орган представителей разных сословий, в которые, естественно, не входило черносочное, то есть государственное и частно-влагическое крестьянство, а представители дворянства и духовенства, естественно, входили, и Боярская дума в полном составе, собрался на свое заседание после кончина царя в апреле 1584 года, и на русский престол. Впервые в нашей истории царь был избран. Звали это царя Борисом Федоровичем, то есть ходилом из семьи Годунова. Ну, почему избрали Годунова, это тоже большой и долгий сюжет. Ну, во-первых, Годунов был царским родственником. На его родной сестре был женатся Федоровичем. Во-вторых, еще при кончине Грозный назначил такой своего рода Регинский совет. Ну, он завел вещи со временами слабового сына. В этот Регинский совет вошли не все члены Боярской думы, а ближайшие родственники. И он среди них, так сказать, было два, так сказать, что называется, человека, стоящего у корня царской семьи. Боярин Твердник Ильич Романов, так сказать, двоюродный племянник первой жены Ивана Грозного. Так сказать, и боярин Борис Федорович Годунов, ширин царский, то есть отец его, Ивана Грозного, сына, жены. Так или иначе, историки, в общем, довольно квалифицированно проследили непростую политическую борьбу, которая шла в правлении царя Федоровича. На борьбой это была в значительной степени подковерной, кстати, и, что называется, вырвалась наружу после того, как царь Борис Годунов сел на царство. Значит, и первой ласточкой новой ситуации стало то, что с политической арены была сведена семья Романовых. В 1600 году против политических противников Годунова было затеяно политическое дело, боярин Федоров Никитич обвинили в подготовке заговора. Кто-нибудь в Москве бывал в палате бояр Романовых на Варварке? В общем, короче, место, где происходили все эти события, дочка в целом, совсем недалеко от Кремля находится. Так вот, там был довольно подширный романовский двор, на котором жили четверо братьев. Значит, это старший был боярин, ну, неважно, все остальное, в общем, пока детали. Так или иначе, братьев объявили в подготовке заговора, разослали в суху, а старшего броди Федоров Никитича Романова постригли, так сказать, вместе его женой происходяло в семье московских бояршествовых. Значит, и бывший боярин Федоров Никитич стал монахом-филаретом, а его жена стала Иннокеннием Марфой. И разослали их в дальние монастыри. Надо сказать, что к моменту этих событий, к 1600 году, в семье Романовых был жив. Ну, родилось несколько, но выжил один-единственный сын. И звали его, этого сына Михаил. Это будущий русский царь. К моменту репрессии на семье он был всего три года. То есть, ну, с мальчиком обошлись гуманнее, чем с родителями. Как вы понимаете, монастыря ребенок жить не может, ни с матерью, ни с отцом. Поэтому его дали на воспитание ближайшей родни бояром-черкасским. Мальчик жил недалеко от современного службы, село Клина, это цело до сих пор. И, в общем, пока он, так сказать, на время исчезает из российской истории до 1613 года. Но, как вы понимаете, эти фигуры, вот они уже расставлены на доске. В 1600 году, разумеется, никому бы им голову не пришло, что семья, которая, в общем, была расставлена практически на грани выживания, в общем, всплывет, там, десятилетие с небольшим спустя, причем станет, так сказать, династия, которую 30 лет будут править в России. Пусть я тогда еще никому в голову не приходил. Для чего этот весь долгий семейный сюжет? К тому, что в стране, которая, ну, не стала еще абсолютной монархией, но, я бы, в общем, не идет, вообще разного рода семейные отношения, в том числе в правящих кланах и верхах, это очень серьезный политический ресурс. Так или иначе, говоря о политических ворьбах, мы должны упоминать родственные связи, принадлежность к тому или другому, семейству и так далее, и так далее. Собственно, это было во всех европейских государствах, и в Европе, и раннего нового времени, но в России это было особенно явственно. Итак, да, кстати, забыл сказать одну штуку. Если вы хотите что-то спросить, ждите, когда я кончу фразу, и говорите. У нас немного, это вполне допустимо. Ладно, так или иначе, в 1598 году на престоле российского государства оказался царь Борисович Годунов. А, наверное, надо сказать, что избрание его на царство было на самом деле не просто актом индивидуального избрания нового русского царя, это было актом подтверждения новой династии. Борис и Годунова, по моменту избрания на царство, были доча и сын. Сын подавал вообще колоссальные разные роды надежды. Ну, те, кто читал Пушкинского, Гориса Годунова, может быть, помню вторую сцену, там мальчик стоит и показывает, там, такой, чертеж русского государства. Надо сказать, что чертеж этот реальный вполне. Таковой существовал на самом деле. Так или иначе, перспективы династии были налицо. Сам Борис Федорович Годунов был человеком, безусловно, выдающимся государственным талантом. Даже вопросов никаких нет. На него иногда пишут, довольно бездумно, со слов одного иностранца, что он там чуть ли не грамоте и не умел. Есть его автографы, так что дальше можно не беспокоиться. Плюс к этому он имел, конечно, колоссальный политический опыт, так сказать, такого, я бы сказал, неформального реального правления государством, времена, когда был царским Шулиным при Федоре Ивановиче. То есть, в общем, что называется, грозные правления упали не в новые руки, а в руки уменные вполне себе. И не исключено, что времена Бориса Федорович Годунова вошли бы в российскую историю с каким-либо совершенно иным знакомым. Ну, там много чего было интересного. Ну, например, первый раз московских и российских юношек отправили учиться за границу. Из них, ни один из них, правда, потом не вернулся. Но так или иначе, акт этот был проделан, целых 9 человек. Потом второй раз нечто подобное произойдет только при Петре Первом, обращая ваше внимание. Годунов поддерживал широчайшую переписку с европейскими государями. Ну, лично обникал в многие интересные дела. И, кстати, просто с недостатком времени не буду рассказывать о том, какой это был, в общем, по всех отношениях талантливый человек. Но случилось то, что на самом деле предсказать никто не мог. И то, что в значительной степени поколебала позиция Годунова. В 1601 году на Россию брошилась целая среда неурожайных лет. И страна быстро встала в ситуацию такого кризиса и почти массовой голодовки. В чем тут было дело? Вообще, российское сельское хозяйство – печальная страница нашей истории. В общем, исследования, особенно последних лет, историки аграрных и средневеков, аграрным делом занимаются очень интересно сейчас. В общем, показывают, что Россия находилась в зоне рискованного земледелия. И это рискованное земледелие заключалось в том, что урожайность была невелика. Ну, на одну меру высиного зерна, в лучшем случае, там собирали три таких меры. Представляете, да, это называется САМ-2, САМ-3. В общем, урожайность была скромной. И с этой точки зрения страна постоянно балансировала в награде такого, так сказать, продовольственного кризиса. Если учесть, что международные торговые связи тогда не были развиты так, как сейчас, Турция тогда никого не могла бы накормить, потому что существовало внешние торговые продукты, питания. Ну, за исключением динамо, с которыми сюда везли. И только для церковных нужд, надо вам сказать. Причащать главного разума. Так вот, ситуация вот этой вечной угрозы голода в связи с неудачным летом существовала постоянно. Но начало 17 века, в смысле, стало вообще, так сказать, одной из самых печальных станций в русской истории. Надо сказать, что не только в России наступил так называемый молододневниковый период, когда температура средняя годовая понизилась всего на нескольких градусов. Но это привело к полосальным неурожаем практически на всем северо-востоке европейского континента. Не только в России, но и в Скандинавии, в северо-восточных германских землях, в Пруссии и так далее, и так далее. В России этот голод привел к целой череде эпидемий разнообразных и разного рода иных социальных последствий. То есть они довольно красочно описаны современниками. И правительство при всех попытках решить как-то этот вопрос, в общем, что называется, особенно в этом не преуспел. И вот к этому тут добавилась одна, в общем, существенная вещь. Надо нам вернуться в 1594 год. Еще четыре года жить царю Федору Иоанновичу, хотя мы помним, что у него был еще младший брат. Сводный брат от последней жены Ивана Грозного, который звали царевич Дмитрий. Когда Федор Иоаннович стал царем, после кончина отца, царевичу Дмитрию дали в удел город Углич, куда он отправился с матерью, бывшей вдовой царицы Марии Ногой, с дядями из рода Ноги, это мелкий такой служивый московский род, под надзором одного из серьезных московских администраторов, был такой там Диан Петербургский. В общем, короче, царевич жил в Угличе совсем не в ссылке. Иногда пишут, что я отправил в ссылку, это не так. Ему был дан по старой дочке традицию удела, формальное, конечно, владение, и он там жил со своим двором. Но так же, вот, царя был большой двор, царевич был маленький, составивший, естественно, из родственников, слуг и всего остального. И вот в 1594 году случилось событие, которое на многие годы определило, скажем, характер русской смуты в будущем. Царевич Дмитрий при не очень порядных обстоятельствах погиб. Существует ровным счетом две версии, как вы догадываетесь, они взаимоисключающие, как положено, двум версиям. Одна связана с тем, что царевич погиб сам, страдает падучи, напоролся на свайку. Свайка – это игра в груди ножичков. Вторая версия заключается в том, что царевич был убит людьми подоснованными Годуновым, и в пользу одной и в пользу другой есть, в общем, довольно весомое количество аргументов, и спор не кончен до сих пор. Но нужно сказать, что вообще после кончины царевича правительство Федора, точнее, Борис Дмитрий направил целую делегацию на место события для того, чтобы провести судебное расследование. И возглавляет эту делегацию тот же человек, который в смутное время потом позже проявит себя. Звали его Боярин Василий Иванович Шуйский. Надо сказать, что Шуйские вообще занимали совершенно особое положение в русском обществе. Шуйские были прямыми потомками великого князя Александра Ярославича Невского. Они принадлежали старшей ветви Рюриковича, даже более старшей, чем московский. При этом целый ряд политических обстоятельств прошлого, 14-15 века, сделала вслугу немосковским государям. Но Москве это все отлично знали. Грозный это отлично понимал, его наследники на престоле тоже. Поэтому князья Шуйские всегда к ним относились с некоторой осторожностью. Князь Василий Иванович в этом смысле не было исключением. Грозный ему запрещал жениться в надежде пресечь род. Вообще неженатый Боярин довольно редкое явление. И потом жениться князь Василий Ивановичу не запрещали все остальные государя. Но случилось так, что в 1606 году тот самый человек, от которого мечтали московские Рюриковичи, а потом Борис Голунов избавиться, стал русским царем все-таки. Правда, сегодня 4 года. О нем мы тоже попозже поговорим. Это царь Василий Ишуйский, второй избранный русский царь. Так вот Василий Ивановича Шуйского будущего царя отправили Гоглич на предмет расследования. И надо сказать, что расследование показало, что царевич все-таки погиб. Его похоронили там же в Гогличе, в Спасском соборе. Трудно сказать, когда появились такого рода слухи. У нас просто нет точных данных. Но в разных книгах мы найдем приблизительно одну и ту же фразу. Только с разной кронологической привязкой. О том, что несмотря на то, что царевич погиб, слухи о том, что он выжил, по России курсировали. И вот эти слухи особенно расцвели в эпоху политического кризиса, связанную с голодом. Ну, понятно, надежда на доброго царя, который принес все исправить, это такая характерная наша черта. В этой ситуации все это было помножено еще и на дикое недовольство Годунову. И не только потому, что он что-то не делал. Дело в том, что первый избранный царь был избран. И вот сама процедура избрания царя земским собором далеко не всем русским обществом была принята как легитимная. В этом смысле Борису Годунову всегда, его противники указывают, что он в зоопарку вырастет. Он же не природный царь, он не родился, он был избран. А царь это избранный народом, царя может избирать только господь. Этот такой вполне нам, короче, сегодня протокольный момент был очень существенным. Вот все это сложилось в одном куче в начале 17 века. Значит, кризис, связанный с неурожаем, голодом и эпидемиями, с одной стороны, кризис недоверия к власти Борису Годунову, и наличие слухов о том, что законный сын царя Ивана Грозного не погиб. И вот в 1603 году случилось одно событие. Случилось оно далеко от границ российского государства, в замке, которая называется Самбар. Это современная Львовская область, который подлежал тогда очень крупной польско-литовской семье магнатов Вишневецких. В Самбаре, среди прочих слух, в некоторое время летал некий молодой человек, который вроде бы как, на смерть, помогая, решив перейти в мир иной, поведал всем страшную тайну, что оказывается, он вообще не какой-то, так сказать, не просто невестник, а не более-менее, как сын царя Ивана Грозного, а тот самый царевич Дмитрий. Значит, надо сказать, что легенда была рассказана довольно красиво. Это молодой человек выздоровел. Его быстро взял под покровительство сосед и родственник Вишневецких, воевода сандомирских беремнейших, у него был замок по соседству. Вспоминаете Борису Ладуну, помните, там сцена у фонтана, да? Юрия Вишнева была дочерью, которую звали Марина. Ну, мы не будем сводить все дело к дочери, но Вишнев, безусловно, понял, что в его руки попал вообще драгоценный клад, и надо было просто удачно разыграть эту карту. Здесь надо сказать одну очень важную вещь. Когда у нас рассказывают о событиях смутного времени, и не только о них, у нас все время забывают одну существенную деталь. Российское государство и польско-литовское государство были не только двумя разными государствами с разной религией и языком. Это были государства, устроенные по-разному. Россия была государством анархическим, где власть царя была, безусловно, и неприкосновенна, и оспорить никому не приходило в Богу. Речь Посполитая, то есть польско-литовское государство, была республикой. Собственно, Речь Посполитая по-польски, это республика латинская. Речь Посполитая, власть короля была очень здорово ограничена выборным органом сословий, который назывался Сейм. Шляхта, то есть польское дворянство, составляло почти 15% населения государства, играла колоссальную роль в принятии политических решений. Но достаточно сказать, что Сейм утверждал бюджет. Не надо, наверное, объяснять, что такое утверждение бюджета. Король хочет воевать, а Сейм денег им дает на это дело. Вот примеры ради. То есть, проще говоря, польско-литовское государство было совсем не русским государством, устроенным иначе. И когда Юрий Мнишек решил, что можно попытаться, получив такого замечательного, так сказать, молодого человека, как-то разыграть какую-то политическую карту, его, естественно, отправили к польскому королю. Короля звали Сейгизмун Третий. Он был наполовину поляк по матери, а наполовину шведов. То есть, принадлежал династии Ваза. Шведская династия, которая правила страну до 18 века включить. Король Сейгизмун Третий молодого человека милости он встретил. Но вопрос о поддержке молодого человека решал совсем не король, а решал сын. И вот сын дружно решил, что вообще-то это авантюра. Так сказать, лидер польской шляхты, коронный каскор Ян Завойский, такой известный, чем латинист, даже сказал, что это вообще комедия в духе Плафты Терренци. Плафты Терренци – это знаменитый комедиограф римский. И, собственно говоря, только делегация киевского сымика решила, что, может быть, стоит оказать государственную поддержку этому молодому человеку. Но при этом ни польский король, ни сын, повторяю, не поддержавший царевича Дмитрия Ивановича, я вот помню, как его звали, тем не менее, не имели возможности помешать своего юрию Мишку лично вмешаться в русские дела. Польская римлянская государство, которая была республикой. Поэтому авантюра в «Жудмитре» стала личным делом Мишков на первом этапе. В Москве с интересом сначала, а потом, наверное, надо думать из тревога, следить о том, что происходило в речи посполитых. Дипломатические контакты между Москвой и Крявкой были постоянные. Несмотря на достаточно тяжелые полувоенные отношения, дипломатия там, молодцы, ну, по несколько раз в году по сути, не обменивались. Поэтому все, что происходило в столицах, в других столицах знали очень хорошо. Как только в Польше появился самозванный царевич, в России нарядили следствие. Надо же выяснить, кто это такой. И вот тут открылись, так сказать, собственно говоря, картины. Следы документа этого следственного дела до нас дошли, к сожалению, не полностью. Но частично вы их, возможно, помните, все по тому же Борису Водунову в Пушкинском. Помните там, сцена в «Чудовом монастыре», да? Некий молодой монах. Значит, ну, не буду пересказывать Пушкина, его лучше читать, конечно. Напомню, что показалось следствие, проведенное правительством царя Бориса Водунова. Некий молодой человек из подкостровы, принадлежавший мелкоподворянскому роду отрепивок, оказался в Москве, стал пастришником чудового монастыря, обладал литературными талантами, даже переписывал там книги. А в 1603 году бежал из монастыря, еще в сопровождении двух монахов. Этих монахов нашли, кстати, следователи, и допросили их. Они у Бориса Водунова в пьесе Пушкина, а также в опере замечательной, фигурируют. Помните, там сцена в корчме, да? Там было монаха поют. Это вот, это совершенно реальные лица. То есть они известны по именам. Так вот, значит, вся эта труба отправилась в Лич-Косполитую. В итоге монахи вернулись назад, а молодой человек оказался, собственно говоря, там, куда очевидно стремился с самого начала. Значит, русское правительство привезло из Костромской глубинки дядю родного. Значит, его дядю включили в делегацию, которую отправили в Польшу для того, чтобы он, этот дядя, завалил Смирной Адрепев. Всем рассказывал, что это вообще никакой не Дмитрий Иванович, а родной применник. Но ничего не помогло, на самом деле. В итоге, повторяю, решение Польша принимал не король. А книжки решили, что с этим делом стоит сыграть. Самозванец оставил довольно много разного рода обязательств семейства книжков. Значит, одно из них довольно регулярно цитируется. Это документ, даже снабженный его царевичей печатью, которую мы там Польшу изготовили, по которому он обещает передать книжкам некоторой русской территории управления, жениться на его дочери, между прочим, что тоже очень существенно, но на самом деле документы не один, полтора десятка почти осталось. В основном они сводятся к вопросам финансовым. В чем тут было дело? Для того, чтобы двигаться с армией на завоевание Отцовского престола, надо было эту армию нанять. Для того, чтобы нанять, нужно было деньги. И надо сказать, что денег собралось в общем немного. В 1604 году в октябре самозваный царевич пересел границу с отрядом, который наверху был больше. Отряд был всего 2000 человек. Это очень немного. Российское государство под мобилизацией выставляло до 150 тысяч. И надо же было такому случиться, что в октябре 1604 года отряд Крошечный пересек русско-литовскую границу, он перешел Днепр в район Чернигово. А уже в мае 1605 года, то есть сколько там, меньше года прошло, случилось то, о чем мы с вами начали. То есть тульская встреча, в которой триумфатор не совсем ни в голове двух с половиной тысяч человек, а большой армии, встречался здесь в Туле, в Кремле, московских бояр, которые приносили на присядку в армию. Что же случилось за эти несколько месяцев? За эти несколько месяцев, во-первых, случилась кончина царя Бориса Куданова, и во-вторых, случилось то, что особенно хорошо показалось, что есть такой политический кризис. Вот есть государство, государство, есть армия, есть верные воеводы, есть крепости, страницы охраняются. И оказалось, что крепости могут сдаваться, что воеводы, которые сидят в этих крепостях на лаве гарнизонов, готовы присягнуть самозванному царевичу. А как только скончался царь Борис Куданов, то вся армия, довольно немалая, собранная под городом Кромой, вся дружно присягнула будущему русскому царевичу. Там исключение было всего ничего. Дальше, как вы понимаете, в процессе вот этого движения, там у самозванца случилось, конечно, одно поражение, он даже пытался бежать за границу, но, в общем, что называется, верно, люди удержали. И в итоге он не прогадал, потому что в марте 605 года скончался Борис Куданов, в мае 605 года Дмитрий Иванович, царевич, естественно, и будущий русский царь, уже был под Тулой и собирался от Тулы идти к Москве. Но первый законный вопрос возникает, а что там таким хитрым путем шел к Москве? Вообще, к Москве ведет старую-смоленскую дорогу. Все понимают, да, из Литвы это гораздо ближе. Дело в том, что российское государство и в 16-м, и в 17-м веке, ну, практически до эпохи Петрофимова, представляло собой довольно сложное в социальном отношении структуру. Вот мы очень любим говорить такими размашечными термиями русское дворянство. Дворянство – это опора трона. Это служилые люди, которые от государства получают земельные наделы. Земельные наделы – это их, собственно говоря, замплата. Это слово «помещик». Откуда? Это поместье. И вот это вот мелкое служилое дворянство было организовано в такие территориальные корпорации. Под Костромы жили костромские дворяне, под Ярославы – ярославские, ростовские, понимаете, да, тульские, между прочим, тоже в том числе. Вот эти дворяне образовали такую корпорацию, которая в случае военных действий выступала конно-людная оружная, то есть на конях с вооруженными слугами, значит, образует такой территориальный полк. Во главе этого полка стоял местный территориальный воевод. Вот так было устроено, собственно говоря, вооруженные силы русского государства, а с другой стороны так было устроено русский правящий класс. Так вот, в те времена, о которых мы с вами говорим, дворянства конкретивного класса не было. Оно появится только при Петре I, когда рядом волевых указов сверху будут стерты все различия, существовавшие между дворянами разных территорий. А дело в том, что дворянство русского юга было бы дворянством молодым. Но самый характерный пример – поселок, он же город Епифания, всем хорошо известно, да? Это была первая русская крепость, построенная за засеченной чертовой, в диком поле. Дворян туда пытались зазвать, сформировать из них гарнизон, но дворяне туда не ехали, потому что пахать чистое поле под постоянную угрозу татар будет совершенно невозможно. Но при этом, если у вас нету, собственно говоря, помещиков на этой территории, то что люди, сидевшие в этом гарнизоне, будут есть? Государство не снабжало эти деньгами. Сейчас, повторяю, поместье – это зарплата, это форма, так сказать, поддержания материальной этих дворян. Набрали в Епифане три сотни казаков, и правительство первый и последний раз в российской истории пошло на беспрецедентный случай. Этих казаков поверстали в дворяне. Вообще, для Средневековья это вещь совершенно необычная. При Петре первого появилась так называемая табеля ранга, когда дворянство можно было выслужить. Можно было начать службу, и потом с определенного класса становиться дворянием. До Петровского времени это было невозможно, дворянием надо было родиться. Но в данном случае государство пошло на резкое исключение. Поэтому дворяни русского юга были, с одной стороны, малоземельные, просто потому, что опасность крымских набегов не давала возможности двигаться дальше на юг, особенно чернозем. Чернозем все отлично растет, но, извините, опасно там особенно хозяйствоваться. И вот, собственно говоря, в этом существует существенная разница между севером и югом и существовала. Дворянство в юге было малоземельным, жадным и менее лояльным центральным властем. Дворянство севера и центральной России это было старое дворяне на старых землях, которые освоены были еще в времена Ивана Калиды, если не раньше. В общем, это были, собственно говоря, представители как будто бы одного класса. Эти мелкие дворяне назывались дети Баерские, но были они очень разными. И, судя по всему, в самоземье сдвинулся в Москву, отлично понимая разницу территориальную. И пошел он теми земли, где все равно нашел или мог найти, или рассчитывал найти максимальную поддержку. И не ошибся, он здесь ее и нашел. Итак, в мае 605 года царь Дмитрий Иванович, он же 1-й монаре Григория Трепи в Туле, несколько недель пустя в Москве, в июне месяце венчается на царство в Успенском соборе московского хребля Шапкой Манамаха. Привезенные ссылки мать царевича Дмитрия того самого, который скончался в Увлече в 1594 году, Марфа Нагая, признает в нем при всем существом народе своего сына, между прочим, публично, легитимизирует его этим делом. Ну, собственно, этого акта, наверное, особенно и не нужно было. А что касается сына царя Бориса Годанова, скончавшегося в марте, то перед тем, как сама с вами вступила в Москву, в Москву прибыли его посланцы. Посланцы, конечно, их назвать очень трудно, и скорее были доброходы, судя по всему, от рук которых юноша погиб в 16-летнем возрасте. Дочь царя Бориса Годанова ожидала довольно печатная и долгая судьба, но это тоже большой такой трагический вопрос. Достаточно сказать, что среди немногих, немногочисленных русских народных исторических песен, народные песни делятся на такой несколько классов. И у нас есть такие исторические песни в историческом сюжете. Есть песня о Ксении Годунове. В общем, их не так плохо на самом деле сюжет. Про царя Алексея Михайловича никаких песен нет, а про Ксению Годунову есть. Так вот... Это какая же про Ксению Годунову песня? Я вам в интернете найду, сейчас поисковики наберу. Очень интересно. Но не сейчас, а вообще, да. Ну, разумеется. Нет, она легко обнаружила, это не проблема. Дело в том, что исторические песни в русском партюре занимают очень маленькое место. У нас куча там свадебных, любовных, лирических, каких угодно. А вот песни на исторический сюжет это буквально по пальцам в другую руку пересчитать. Среди них есть несколько песен, посвященных смуте. Есть песня о Гришке Атрепеве, есть песня о Михаиле Скопине Шуйском, о котором тоже я два слова скажу чуть попозже. И этот Ксения Гудунова тоже попала в этот ряд Героев Смутного Времени. Итак, в июне